Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех в собрании Церкви Источник Надежды. Очень рад вас всех видеть. Очень благодарен Богу, что у нас есть такая возможность собраться вместе. Давайте занимать места. Мы будем начинать наше собрание. Перед тем, как мы начнем поклоняться, я хочу поделиться несколькими стихами из послания к евреям. 11 глава, очень известная глава о вере. И я хочу поделиться с вами шестым стихом этой главы. Тоже известный стих, его часто цитируют. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Без веры Богу угодить невозможно. Есть условия, как нужно верить, чтобы угодить Богу. Вообще, когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о каких-то духовных вещах, мы говорим о вещах, для нас, в большинстве случаев, для нас невидимые. То есть, Бог есть Дух, и Бога никто никогда не видел. Бога Отца никто никогда не видел, Бога Духа Святого никто никогда не видел. Мы не видели Царство Небесное, мы не видели небесного вера в Садима, который нас ожидает. И поэтому, даже в послании Коринфянам Павел говорит такие вот слова, что мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. То есть, многие вещи, которые мы не видим, они есть, они вечны, но мы их не видим. А временные, которые здесь находятся, они перед нами, мы их видим, но они не вечны, они рано или поздно сгорят. Об этом Писании достаточно ясно говорит. И поэтому, так как мы говорим о невидимых вещах, очевидно, что ключевое значение в наших отношениях с Богом является вера. И вот в послании к евреям говорится, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И вот теперь давайте попытаемся понять, какую веру ожидает от нас Бог, которая бы могла Ему угодить. Если начать разбирать этот стих, то здесь есть два условия для веры, которая угождает Богу. Первое, это что? Это то, что надо веровать, что Бог есть. Понятно, что если мы не верим, что Бог есть, что Он Бог есть, то как мы вообще можем угодить? Как можно вообще верить, если не верить, что Он есть? То есть, первое условие, что мы должны поверить, что Бог есть. И здесь, на самом деле, есть такой вот нюанс, я не знаю, кто еще помнит Советский Союз. В Советском Союзе была такая религия айтеизм, они вообще отрицали существование Бога, духовных вещей. И поэтому для многих людей, они действительно верили, что Бога нет, и признание, само признание, что вот Бог есть, для них они считались уже верующими. То есть, если ты себя спроси, ты веришь, что Бог есть, ты скажешь, что Бог есть, ты скажешь, что вот и верующий, потому что все остальные говорили, что вообще Бога нет. Но на самом деле, Писание говорит, что и бесы знают, что Бог есть, и веруют, и трепещут. И такая вера, по сути, само по себе признание Бога, оно не может угодить Богу, потому что надо верить, что Он есть, еще и ищущим себя воздает. И вот здесь вот, ищущим себя, ищущим Его, или ищущим себя, Он воздает, вот здесь я предлагаю поразмышлять, что это значит. Единственное, что я хотел бы сразу сказать, забегу наберет, что это не такая вера, это просто наше внутреннее психологическое отношение, что мы верим, что Бог благословляет тех, которые Его ищут. Я глубоко верен, что речь идет о вере, которая в действии. Смотрите, я думаю, что само Писание обычно, оно трактует само себя. Если 6 стих, он в середине 11 главы находится, да, то мы можем, читая следующие стихи, понять, о какой вере здесь говорится, и какая вера она угодна Богу. И вот если мы читаем дальше примеры веры, а их там много в этой главе, да, то мы начинаем, например, с Авраама. «Верою Авраам повиновался к призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, с наследником такого же обетования. Ибо он и ждал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». В данном случае, как пример такой веры, приводится Авраам. Что Авраам, мы знаем, сделал из истории, из Библии? Он повиновался Богу оставить то место, где он находился, и идти в землю обетованную. И вот он на самом деле все бросил, пошел в землю обетованную по вере, и он долго там буждал, его сыновья блуждали там. И если читать дальше, то мы видим, что Авраам так и не получил обетованного. Он поверил Богу, он пошел в землю обетованную, но он на самом деле так и не получил обетованного на земле. И вот как это описывается дальше в 13 стихе. «Сиси умерли», там приводятся еще другие примеры людей, которые верили. Я не всех перечисляю, чтобы сократить время. «Сиси умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвращаться. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится, называя их Богом, ибо Он приготовил им город». Смотрите, получается, какая картина. Авраам послушался Богу, пошел в землю обетованную, но он так во время своей жизни на земле и не получил обещанное. Он скитался по земле, он там жил, но он ее не получил. Почему? Потому что, по сути, он ожидал от Бога чего-то намного большего, чем та земля, которая на земле. Те место, которое на земле. Он ожидал от Бога намного большего обетования. Он ожидал, он уже понимал, что Отечество его не на земле, потому что если бы было здесь, то у него было бы время после своей скитания возвратиться где-то куда-то на свое Отечество. Но он понимал, что его ожидает что-то особо большее. В данном случае здесь говорится о городе, который Бог предусмотрел для Авраама и для других людей веры. Это небесный Иерусалим. И вот он ожидал этого небесного Иерусалима. И несмотря на то, что на земле он вроде как не получил отбитаванное, но он имел веру, которая угодил Богу, потому что он верил, что Бог ему рано или поздно воздаст. Когда он будет поступать по вере, он попадет в небесный Иерусалим. И вот смотрите другой пример. Например, Моисей. Верую в Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христову почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. То же самое. Будучи сыном фараона, он мог иметь на этой земле все, что он только захотел. Но он избрал себе что? Христовое поношение? Потому что то, что он ожидал, это было намного больше, чем за многое это богатство. То есть он ожидал воздаяния от Бога, верующим Бог воздает. Он ожидал воздаяния, которое он получит, попав на небеса, попав в небесную игру. Попав в свое настоящее отечество, где Бог главный. И еще один момент, которым я хотел бы поделиться. Смотрите, ведь есть в Библии, есть много героев веры, которые видели большие действия Бога по их вере в своей жизни. Мы сейчас будем их читать, там целый пример. Но были, кстати, такие герои веры, которые этого и не увидели. И они все равно, что Бог их приводит как пример, что они имели веру, которая ему угодила. Смотрите, я читаю дальше. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гадионе, о Вараге, о Самсоне, и о Фае, о Давиде, Самуиле, и других пророках. Это все примеры из Библии, которые мы хорошо знаем, как поступалось, какие чудеса происходили, как они побеждали, как они побеждали силой царства верою. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали усталь вам, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших свои воскресшими. То есть это примеры, когда мы видели, что Бог особым образом действовал по вере этих людей в их жизни, и у них это все происходило. Воскресали люди, они побеждали, избегали острия меча, избегали огня, и все-все-все это происходило, мы видим, в жизни. Но, а иные же были замучены, замучены были, не приняли освобождение, дабы получить лучшее воскресение. То есть не во всех жизни всех верующих людей, которые Бог представит пример веры, происходили эти чудеса и освобождения. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьях кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствами в вере, не получили обещанного. И в Писании говорили, что как те, в которых Бог особым образом действовал, там море расходилось, там мана падала, армии убегали, так и те, которые были замучены до смерти или там убиты мечом, там еще перепиливали их, они все не получили обещанного. Потому что обещанное что-то намного больше, чем просто увидеть то, что море раступило здесь на земле. Обещанное это тот небесный Иерусалим, то небесное царство, то наше настоящее отечество, которого мы и ожидаем, которое намного больше всего, что можете представить. Потому что Бог предусмотрел на нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Все мы достигнем совершенства, попав туда, в небесный Иерусалим. И вот, не знаю, насколько я понятно изложил, но во-первых, что я хочу сказать, что вера, которую угодить Богу, можно. Это та вера, когда мы, несмотря на наши обстоятельства, несмотря на то, что происходит в нас, когда мы видим чудеса, или когда мы не видим, когда люди исцеляются, или когда они исцеляются. Или когда мы видим, как армии бегут от нас, или когда, возможно, есть какое-то преследование многих верующих преследовали. Мы все равно можем ходить по вере, доверять Богу, и мы верим, что небесный Иерусалим, наше небесное Отечество, Бог для нас приготовил и ожидает нас, и вот такая вера, она будет угодна Богу. Аминь. Предлагаю, давайте помолимся, давайте будем славить Бога после этого и продолжать наше собрание. Дорогой Господь небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть, и ищущим себя Ты воздаешь, за то, что так прекрасно то, что мы можем Тебе доверять, доверять Тебе в любых обстоятельствах, когда мы видим Твои чудеса, которые происходят в нашей жизни, когда мы их, возможно, по каким-то причинам, по Твоей суверенной воле не видим, но мы доверяем Тебе, и мы благодарим Тебя за это. И мы благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе мы можем быть уверены в том, что мы имеем жизнь вечную, и что мы будем с Тобой на небесах, и будем с Тобой в небесном Иерусалиме, когда придет для этого время. Благодарим Тебя за это. Просим благослови наше собрание, благослови сердце каждого человека, которого Ты привел. Благослови нас искренне от всего сердца сегодня, поклоняться Тебе, искать Тебя, славить Тебя. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.